Добрый вечер в Украине. Восемь вечера в эфире подробности о главных новостях расскажут мои коллеги в студии Наталья Белышева. Трагедия в Княжичах. Кто виновен и какими будут политические последствия кровавой перестрелки под Киевом? Дойдут ли руки до бюджета? За что собираются голосовать на этой неделе народные депутаты? Без денег. Почему Красный Крест в Украине может лишиться госфинансирования и к чему это приведет? Главная смета страны снова не в планах нардепов. Депутаты резво стартанули с проектом бюджета еще в сентябре, но к финишу пока так и не добрались. На этой неделе спикер определил другие приоритеты. Например, во что бы то ни стало упростить процесс снятия неприкосновенности с депутатов. Почему принятие проекта бюджета под вопросом и о чем предпочитают молчать в парламенте, расскажет Ольга Рыцарь. Начинали согласительный совет депутата с соболезнованием родственникам погибших полицейских. В Народном фронте традиционно встали на защиту министра внутренних дел. При этом обвинили тех, кто настаивает на прозрачном расследовании в политической заангажированности. Давайте разберемся публичного швидкого расследования. Вадим Троян, даже несколько недель, стал в ВОО, руководителя национальной полиции, уверен, что он сможет обладать ситуацию. Я обратился к всех своих коллег по возможности не делать пиар на смерть и не политизировать это вопрос. Больше о трагедии в княжичах ни слова. В то же время в парламенте настоятельно рекомендуют расследовать другое дело – политическое. Новая тема конфликта, вроде бы про тотальную коррупцию в парламенте. И самое удивительное в этой ситуации – это то, что обвинение нам заявляет человек, который обвиняли в коррупции. Я имею на увазе пана Онищенко. Но спикер оставляет свои приоритеты на текущую неделю. Первым делом предлагают упростить процедуру снятия неприкосновенности и ареста нардепов. Апарат Верховной Рады уже подготовил соответствующий законопроект. Я прошу всех коллег фракций разъявить эти законопроекты. Очень часто из-за этой бюрократичной перепоной, надто много времени отходит от подания Генерального прокурора до решения Верховной Рады Украины. В оппозиции предостерегают от нарушений регламента. Мол, такие прецеденты в парламенте уже были. В результате решение Верховной Рады оспаривали в судах. Кроме этого, оппозиционеры видят иную подоплеку успешки со снятием неприкосновенности в обход регламентного комитета, в то время, когда на носу принятие бюджета. Эта ситуация с депутатом Новинским напоминает намагание отвлекти увагу общества от тех экономических и политических провалов, которые сегодня есть в державе. Я вымышлен закликать вас не допускать порушений регламента, который мы видели последним временем. Без розгляда регламентного комитета это вопрос не появится в зале. Но принятием бюджета на этой неделе и не пахнет. Вторник – вопросы нацбезопасности и обороны. Среда – день местного самоуправления. В четверг голосовать планируют за транспортные и аграрные законы. На этой неделе места для главной сметы страны в повестке дня нет. Впрочем, к содержанию проекта бюджета много вопросов практически у всех фракций. Этот бюджет грабует местные бюджеты. У них минус 5, минус 10 миллионов в маленьких громадах после этой централизации. Поддерживают проект бюджета фракции «Народный фронт» и частично блок Петра Порошенко. Предложения всех остальных фракций так и не учли. Это около 130 миллиардов гривен, а это 5% ВВП на оборону и безопасность государства. Куда входит и поддержка армии, поднятие заработной платной армии, национальной полиции, прокуратуре, іншим силовым органам, СБУ и так далее. Цей бюджет не имеет права на жизнь. Зберегается конфискация частини пенсий працующих пенсионеров. Низкоквалификованным работникам бюджетной сферы в штучном режиме, без установления минимальной заработной платы, подтягнуть до 3200 с премиями, доплатами, с всеми другими, заберут податки из всего-всего и люди отримают на руки значительно меньше, чем 3200, где-то в районе двух с копейками. Голосовать за бюджет страны в таком виде отказываются радикалы и оппозиционеры. Пенсия осталась невызначенным и без ответов. Без ответов сотни вопросов. Это финансирование погранслужбы, медицины и образования и спецрежим для аграриев, а также зарплаты и пенсии. Все эти пункты так и не согласованы. У нардепов остаются считанные дни, чтобы успеть перекроить бюджет и проголосовать до Нового года. И все же главной темой остается кровавая перестрелка, которая произошла вчера утром в поселке под Киевом. Слишком много вопросов и нестыковок. Почему правоохранители стреляли друг в друга? Что это? Отсутствие координации между силовиками или что-то другое? Почему местных жителей не устраивает официальная трактовка событий? И что остается за кадром? Руслан Смещук выслушал все версии, а выводы делайте сами. Снег, пропитанный замерзшей кровью, осколки стекла из расстрелянной машины полиции, лента ограждения до десятки одноразовых перчаток, разбросанных по всей улице. Вот так сейчас выглядит место кровавой перестрелки между силовиками. Весь день сюда приходят местные жители. Посмотреть в официальную версию произошедшего люди не верят. Мы живем там чуть дальше. Тоже интересно, думаю. Как-то вся эта история, которую рассказывают по телевидению, она как-то не лепится. То, что говорят, не натягивается на углу. Поэтому я решил, думаю, да, пойду взгляну, где-то трагедия произошла. Напомню, по официальной версии МВД, рано утром в минувшее воскресенье столичные оперативники при поддержке спецназовцев Корда готовились к задержанию группы вооруженных грабителей. В этот момент в одном из соседних домов сработала сигнализация. На место выехала группа полиции и охраны. Наряд ГСО принял оперативников за воров и попытался задержать. За опера вступился спецназ. Его сотрудники дежурили неподалеку. Тихая сельская улочка превратилась в поле боя. Пользуясь тем, что правоохранители убивают друг друга, бандиты скрылись. Их задержали позже. Полицейские с полиции и охраны прибыли на место и на месте затримали двух человек, которые были оперативными работниками полиции. И в этот момент произошла перестрелка между ними. Наследок этой перестрелки пятеро загиблых. Чуть позже телеведущий, бывший сотрудник МВД Константин Стагни в своем фейсбуке опубликовал альтернативную версию с уголовно-коррупционным подтекстом. Мол, сотрудники ГСО, прибыв на место, когда сработала сигнализация, задержали полицейских, промышлявших, кражены в богатых домах. Те вызвали подкрепление. Спецназ. Закончилось все трагедией. В самих княжичах, где действительно много элитных коттеджей, местные жители действительно обеспокоены разгулом криминала. Были случаи ограбления, да. А много их? Ну, вы знаете, я как-то не особо здесь. То есть на слуху как бы они? Да, да, что были слухи, что там какой-то этот ограбили, еще куда-то лезли, но помешали им где-то. Вот там. Ну, в таком плане. Но вот кто живет в доме, где якобы сработала сигнализация, и возле которого произошла перестрелка, соседи не знают. По крайней мере, так говорят журналистам. Вы не знаете, кто в 22-м доме жил? А, не, не знаю. Жил? Я даже 22-го дома не знаю, если честно. Хотя здесь живем. Говорят, что граната еще взрывалась. Нет, 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 не правда. Да, так и стреляли, и все. Также именно Стагни озвучил версию о шестом погибшем полицейском. Якобы тот скончался в больнице. Но пока этот факт не подтверждает ни в МВД, ни в ГПУ, которые расследуют дело. Не подтверждают это и в больнице, куда привезли погибших. У них почти никто не лежал. В 30-х годах они сразу в морду проводили. Это 5-ти? 5-ти? Да, да. 6-го не было, 6-го не было, их 5-го. Тем не менее, сама перестрелка и версия МВД вызывают множество вопросов. Как и почему силовики не узнали друг друга? Все были в форме. И почему полицейских и службы охраны расстреляли в маркированной машине? По мнению офицера и военного эксперта Олега Жданова, это не был дружественный огонь обознавшихся в темноте силовиков. А осознанный расстрел в упор одного подразделения полиции другим подразделениям полиции. Стрелки видели, кого они убивают, уверяет эксперт. То есть они стреляли сверху вниз, понимали, профессионально понимали в том плане, что сотрудники милиции в касках и в бронежилетах. То есть стрельба целенаправленно велась в нижнюю часть туловища. Посмотрите по пулевым отверстиям, все пулевые отверстия ложатся кучно. То есть человек стрелял прицельно. Кроме того, массу вопросов вызывает видео задержания сбежавших с места происшествия бандитов. На камеру демонстрируют два джипа Land Cruiser и самих задержанных все абсолютно чистые, хотя при задержании вооруженных преступников обычно их валят и фиксируют на земле. Кроме того, у одного из злоумышленников, которого только что якобы извлекли из автомобиля, на спине почему-то рюкзак. А еще на камеру демонстрируют целый арсенал изъятого оружия. В отличие от рабочих стволов, оно абсолютно новое, без потертостей и царапин. А еще в числе изъятого пневматический макет ТТ. Закономерный вопрос, зачем эта игрушка таким серьезным бандитам остается без ответа. Мне кажется, постановочное видео после того, что произошло. Что они где-то эти джипы нашли, где-то их догнали. Мне кажется, это уже полиция наращивает информационное поле для того, чтобы максимально затереть тот факт, что реально погибло пять человек на месте. Зачем это делается? Эксперт озвучивает версию, которая в условиях множества несостыковок и логических несоответствий. Официальная информация с каждым часом набирает все больше популярности. Элитный грабеж, который крышевался высшими эшелонами руководства полиции. Почему и оперативно сработал корт, и примчался именно решать вопрос. Но, видимо, очень интересно узнать, кто хозяин дома. И, видимо, сотрудники службы госохраны наотрез отказались идти на компромисс в плане того, чтобы отпустить их. За что и получили такой подарок в виде расстрела. Расследованием этой трагедии занимается генпрокуратура под личным контролем Юрия Луценко. Также за ходом дела следит сам президент. Об этом Петр Порошенко заявил на экстренном брифинге с силовиками из разных ведомств еще вчера. А вот главного полицейского страны там, кстати, не было. Арсен Аваков в этот же день улетел в Канаду. Руслан Смещук, Вадим Сверидонов. Подробности. Телеканал Интер. Да, улетел, но обещал вернуться. О визите главы МВД Арсена Авакова в Канаду стало известно только вчера. Он успел доложить президенту о том, что произошло. И, по нашим данным, вылетел уже после того, как это случилось. На сайте ведомства никакой информации о запланированных встречах министра с канадскими коллегами нет. Как и сообщение о том, что Аваков решил экстренно вернуться в Украину. Пусто и на его странице в Фейсбуке. Там нет ни соболезнований семьям погибших, ни иных заявлений относительно трагедии. В комментарии украинской правде министр заявил, что в связи с событиями в Княжичах он вернется из рабочей поездки раньше запланированного срока. Правда, завтра еще проведет встречу с канадскими чиновниками. Такая же информация появилась и на сайте МВД. Точной даты возвращения Арсена Авакова в Украину пока нет. Почему разведчики проникли в частный дом, не предупредив владельцев и госохрану? Почему сотрудники Корда открыли огонь по служебной машине и людям в форме ГСО? Чей дом пытались ограбить домушники на элитных джипах? А главное, почему не были скоординированы действия этих подразделений? Эти и другие вопросы на своей странице в Фейсбук задал главе МВД нардеп Андрей Немировский. Причиной гибели шестерых полицейских он назвал, цитирую, полный непрофессионализм начальства. Там же в Фейсбуке он потребовал отставки руководителей ведомства и тщательной проверки, на что конкретно были потрачены деньги, выделенные на реформы этого ведомства. И свою версию, почему сотрудники ГСО и разведки были расстреляны прямо в маркированной машине ГСО, выдвинули советники Авакова. Зарян Шкиряк и Антон Геращенко утверждают, что трагедия эта произошла, потому что было темно. Все неудобные вопросы Шкиряк на своей странице в Фейсбуке назвал истеричными и откровенно провокационными информатаками и почему-то потребовал не политизировать трагедию. А вот что произошло на темной улице в Княжичах, по мнению Антона Геращенко. Группа захвата была уверена, как это я понимаю, что ребята-разведчики попали в беду, захваченные бандитами. Именно поэтому был приказ идти на штурм. Дальше уже ночь, неразбериха. Машины были действительно с синими номерами, но не были надписи милиции. Не было, правда, сверху мигалок. Не ждать возвращения Авакова из Канады предлагает Сергей Каплин. Каплин, по мнению Нардепа, главой МВД, нужно немедленно отправить в отставку. Об этом лидер Социал-демократической партии написал в Фейсбуке. Каплин сравнил действия Авакова с побегом из страны Януковича, который также самоустранился от исполнения своих обязанностей в 2014 году. В связи с этим в Верховной Раде зарегистрировали рабочую группу, которая займется расследованием вины министра в убийстве пятерых полицейских. Следующим шагом, по словам Каплина, должна стать самоотставка Авакова. Мы, как парламент, обязаны внести еще один документ в Верховную Раду Украины. Проект постановы про освобождение Авакова через самоусунение от обязанностей министра внутренних справ. Обстоятельствами трагедии в Княжичах нардепы займутся в среду. Об этом заявил глава комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Андрей Камежик-Жемякин. Известить депутатов о ходе расследования планирует лично генпрокурор Юрий Луценко и исполняющий обязанности главы нацполиции Вадим Троян. Свою оценку действиям силовиков в селе Княжичи дал сегодня и губернатор Закарпатья Геннадий Маскаль после своего визита в Генеральную прокуратуру. Что касается допросов ГПУ, Маскаль дал свидетельские показания по делу о преступлениях против активистов Майдана. По его словам, следователи интересовали в основном события 18, 19 и 20 февраля 2014 года. Я сразу сказал, что все, что я знал, я вложил в висновках тимчасовой следовательной комиссии. Были какие-то вопросы, наводящие, уточняющие. В каком состоянии и на сколько они просунулись, я абсолютно не могу сказать. Я пришел, чтобы не сказали, что за меня там не могут передать в суд, или за меня следствие застопорилось. Напомню, ранее в ГПУ сообщали, что ряд лиц на допросы не являются, и в их числе был также Геннадий Маскаль. А вот Виктор Янукович отказывается приезжать на допрос в Украину, поскольку опасается за свою жизнь. Беглый президент предложил украинским следователям приехать в Ростов-на-Дону или связаться с ним по видеосвязи. Об этом сообщил его адвокат Виталий Сердюк. ГПУ вызывало Януковича на допрос в качестве подозреваемого 5 и 9 декабря. Напомню, 28 ноября в Святошинском райсуде Киева по видеосвязи Януковича допрашивали как свидетеля по делу об убийстве 48 участников Евромайдана. Во время заседания генпрокурор Юрий Луценко объявил ему подозрение в госизмене. Суд над эксглавой партии регионов Александром Ефремовым перенесли на 13 декабря ходатайство об отмене содержания под стражей должен был рассмотреть апелляционный суд столицы. Однако на заседание не явились судьи, сославшись на большое количество других дел. За решеткой Ефремов, которого подозревают в финансировании террористов и хищении госимущества, провел уже 5 месяцев. Рассмотрение дела по сути пока не началось. Жалобу от бывшего нардепа зарегистрировал суд по правам человека в Страсбурге. Об этом сегодня сообщил новый французский адвокат Ефремова Максим Сесье. Я приехал, чтобы выяснить, в каких условиях проходит суд над Александром Ефремовым, интересы которого я представляю в Европейском суде по правам человека. Я увидел много нарушений. Во-первых, Ефремова удерживают незаконно. Условия его ареста не соответствуют криминально-процессуальному кодексу. В частности, он не имеет доступа к естественному освещению, а это нарушает европейские правила содержания задержанных. Какие вопросы будут обсуждать члены фракции БПП на сегодняшнем заседании, в котором примет участие и президент? Мы узнаем и моей коллеге Елены Зориной. Она сейчас находится у Верховной Рады и с нами на прямой связи. Лена, здравствуй. Началось ли заседание? Что тебе известно? Расскажи нам. Да, Наташа, добрый вечер. Ну, что заставило столь холодное и позднее время депутатов и президента встретиться? Ну, пока что говорить рано. Народные избранники начали собираться в здании парламента более двух часов назад. Ну, а несколько минут назад к встрече присоединился президент. Хочу сказать, что Петр Порошенко приехал сюда прямо из зоны АТО. Сегодня он пребывал с визитом в Донецкой области. Ну, и вот незадолго до встречи депутаты говорили о том, что ничего необычного в ней нет. Мол, плановое заседание фракции, ну, и президент довольно часто встречается со своей фракцией. Ну, а о чем планируют говорить? В частности, о вопросах предстоящей пленарной недели, ну, и, конечно же, о бюджете. Кожен понеделок отбывается заседание фракции. Кожен понеделок мы разъедаем все те питания, которые не за участки президента. Но, тем не менее, президент достаточно часто встречается с фракцией. Если говорить о бюджет, то запланованный расследок бюджета на четверг. Я сподіваю, что в четверг мы проголосуем. И уже не под новоречную ялинку, как обычно, в последние два года это происходит с бюджетом. А увидим, бюджетный процесс нормально и раньше. Ну, возможно, будут обсуждать и другие вопросы, но какие пока что говорить рано. Заседание в разгаре и проходит оно за закрытыми дверями. Наталья. Спасибо, Лена. Это была Елена Зорина с подробностями заседания фракции БПП, которые проходят прямо в эти минуты. Деньги в местных бюджетах есть, осталось правильно ими распорядиться. О продолжении финансовой децентрализации премьер Владимир Гройстман говорил сегодня на Международном конгрессе мэров. Реформа уже дала свои плоды, заверил премьер. Доходы городов увеличились. В 2016-м прирост составил 44 миллиарда гривен. Кроме этого, глава правительства призвал мэров не пытаться хитрить с новой системой госзакупок Прозора. В Львове продолжается мусорная эпопея. На этот раз в отходах утопает его центр. Кто помог мусору добраться до исторической части города, узнаем от Галины Якушко. За моей спиной здание университета имени Ивана Франко. А вот такую картину мы наблюдаем возле мусорных баков. Впервые центр города утонул в отходах. Разорванные пакеты с мусором валяются рядом с баками. Ветер разбрасывает отходы по мостовой. Так неоприятно сегодня выглядит туристический центр. Галецкий район Львова. Мы пробуем помочь горожанам. Звоним на горячую линию городской администрации. Доброго дня. На улице Сечевых Стрельцев 8 целая купа смятя. Скажите, пожалуйста, можете вы его вывезти? Я записал вашу товару. Спасибо большое. В мэрии рассказывают, поменяли предприятие, которое занималось вывозом отходов из этого района. Почему не объясняют? А новая фирма установила баки для раздельного сбора мусора. По мнению чиновников, горожане к этому еще не привыкли. А вот местные активисты с этим не согласны. У них своя версия, почему в центральном районе города поменяли фирму по перевозке мусора. Оказалось, учредитель новой компании из окружения львовского мэра Андрея Садового. Власне, полный сбег призвища имя Побачкова был с родником Андрея Ивановича. Тобто, власне, ця людина была родником с вопросами инфраструктуры. Ця людина какая у этой фирмы? С основником. С основником этой компании. Совпадение или нет, но сегодня на сайте Львовского городского совета убрали данные об одном из советников Андрея Садового. А вот мусор на улице Сычевых Стрельцов, даже после нашего звонка на горячую линию мэрии, так и остался неубранным. К вечеру его стало только больше. Галина Якушкина, Юрий Голубенко, подробности, телеканал Интер, Львов. Подчиненные львовского мэра, похоже, решили всю территорию Украины превратить в одну большую помойку. Очередную партию львовского мусора обнаружили в Сумской области. Там отходы высыпали на пустыре возле фермы в селе Ермолинцы. Местные жители говорят, что мусор привезли на четырех грузовиках с львовскими номерами. Председатель сельсовета вызвал полицию. Одну из машин правоохранители догнали аж в Полтавской области. Грузовик доставили на штрафплощадку. Водителю грозит штраф около 9 тысяч гривен. Я уже давно разумею. Ну а чому? Шо чому? Ну так вчинили. Я на работе, мне говорят купать, я купаю. Кажут не купать, я не купаю. Тобто виконували наказ? Ну я. Куда скажешь, туда еду. На данный час проводятся инши следчики, які спрямованы на установление инших транспортных засобов и людей, которые причетны до скояния указанного криминального правопорушения. И снова янтарь. Ривны подтверждает свое неофициальное звание столицы по закупке солнечного камня. Полицейские изъяли очередную партию. Мужчина перевозил в мешках почти 90 килограммов янтаря. Информацию об этом оперативники передали патрульным, они и остановили машину. Открыто уголовное производство. Максимальное наказание это лишение свободы до трех лет. Но, как показывает судебная практика, ни один из задержанных еще не был арестован. По сути, предприниматели теряют только свой товар. И чаще всего отделываются штрафом. Как, например, в случае с задержанием 2,5 тонн янтаря летом прошлого года. Тогда владелец отделался штрафом в 17 тысяч гривен. Причем всю партию оценили в 136 тысяч долларов. Близко 18-й часа на выезде с Рівного патрульня злоумышленники, скорее всего, бросили через забор. Внедорожник загорелся, серьезно пострадал и находящийся рядом Ниссан. Полиция уголовное производство открывать пока не стала и комментариев по этому поводу не дает. Сам же оппозиционер связывает произошедшее исключительно со своей депутатской деятельностью и активной гражданской позиции. В Одессе Гиганова знают в частности по его борьбе с незаконной застройкой исторической части города и морского побережья. Пока у меня есть ноги, пока я жив-здоров, пока у меня есть язык, я умею говорить. Я буду продолжать ровно то, что начал несколько лет назад. Я буду отстаивать свою позицию, позицию фракции, партии и каждого одессита, который сегодня нуждается в нашей защите. С таким беспределом долго мириться нельзя. С вещами на выход главу Одесской таможни 27-летнюю Юлию Марушевскую официально уволили. Соответствующий приказ на своей странице в Фейсбуке выложила сама экс-чиновница, поздравив с этим главу ГФС Романа Насирова. Марушевская напомнила, что до приказа об увольнении ей вручили пять выговоров и объявили о неполном служебном соответствии. Уходя, бывший зам Михаила Саакашвили обвинила руководство фискальной службы в коррупции и имитации реформ. Крест на Красном Кресте. Минздрав планирует с Нового Года прекратить финансирование патронажной службы этой международной организации. Почему и кто больше всего пострадает от такого решения, расскажут наши корреспонденты. Восемь пациентов в день и каждому нужно помочь. Не только укол или перевязку сделать патронажной, а сестра помогает больному и по дому. Придешь, если человек не евший, то надо ему какого-то супа сварить или картошку. Каждому помочь, кому что, кого натереть, кому укол сделать, кому перевязку сделать. Без Красного Креста многие люди останутся без внимания. Без внимания и опеки боится остаться и Нинель Владимировна. Ей 77 лет. Женщина еле передвигается по дому. Соцработники помогать отказались. Дескать, у нее есть сын. Правда, живет за границей. Красный Крест – ее последняя надежда. Красный Крест является мне спасителем просто. Он мне помогает и морально, и физически, и духовно. Как это можно закрыть? Это преступление. Закрыть это обслуживание больных людей. Без Красного Креста, вот такие, как я, погибнут. Таких, как Нинель Владимировна, нуждающихся в помощи Красного Креста, в Украине 350 тысяч человек. Десятая часть из них – лежачие. Почему Минздрав пытается оставить их без опеки? И кто им теперь будет помогать? Мы отправили запрос в ведомство, ждем ответа. Но ранее на сайте министерства объясняли, деньги Красному Кресту выделять не будут, потому что считают его работу непрозрачной. И намекнули на коррупцию. В самой же организации говорят, денег едва хватает на зарплаты. За три с половиной года было получено 255 миллионов гривен на эту программу. Из них около 70 миллионов ушло на оплату налога. Вся остальная сумма ушла на выплату заработных плат патронажным сестрам. То есть в среднем патронажная сестра за месяц получала в зависимости от ее категории от 1400 до 1800 гривен. Еще один довод Минздрава, дескать патронажные сестры, дублируют некоторые функции соцработников. Но справятся ли те с дополнительным потоком пациентов? В профильном министерстве с ответом также не спешат. Тем временем в Красном Кресте уверяют, соцработники с их функциями не справятся. Все сотрудники патронажной службы – медицинские сестры с медицинским образованием. И на 79%, я повторюсь, но на 79% они выполняют услуги медицинского характера. Естественно, что социальные службы таким вопросом не занимаются. МОЗ по абсолютно надуманным причинам хочет перенести это финансирование. Воно не думало забрать вместе Минсоцполитики, Червоний Хрест и сами, чтобы давайте подумаем, Министерство говорит, давайте подумаем, как лучше допомогти этим людям. В Красном Кресте все еще надеются, что решение Минздрава будет временным. А пока и за рубежом, и по всей стране ищут возможности альтернативного финансирования. На поиски осталось меньше месяца. Анна Каменева, Иван Матриченко, подробности в телеканал Интер. Грипп наступает, количество заболевших в Украине растет, эпидпорог уже превышен в столице, в Харьковской, Полтавской, Сумской и Черновицкой областях. Больницы переполнены, школьники на вынужденных каникулах, но в Киеве карантин пока не объявили. Все подробности в нашем материале. Детская областная больница Черновцов в инфекционном отделении Аншлаг. Из-за эпидемии гриппа палаты переполнены. Трехлетняя Аня попала сюда прошлой ночью с температурой под 40. Ничего не помогало. И даже народные средства пробовала. И натирать дотину, и чай горячий, ну как чай горячий, тепленький, смоленки. Ничего не помогало. И мне очень страшно стало, потому что она аж червона вся стала на ночи. Сейчас девочка чувствует себя лучше. Налечиться придется не меньше трех недель, говорят врачи. Чаще всего опасный вирус атакует малышей. До нас больше вертаются дети маленькие. Больше детей до рождения. И даже в школьном и старшем веке тоже дети до нас вертаются. Мы имеем два случаи гриппа, которые имеем вирусологическое подтверждение. Грипп H3N2. Из-за вируса в школах продлили карантин. До среды они закрыты. Не ходят на занятия и дети в некоторых районах области. Там, где заболевших больше 20%. Страдают и взрослые. У 17 человек обнаружен так называемый свиной грипп H3N2. Есть боли, у которых назначен грипп с диагнозом ГРВИ, аденовирусная инфекция. Но это свидетельствует о том, что вирус активно циркулюет среди населения. На карантин ушли и школьники в Днепре. Пока не массово. Жаловаться на слабость многие начали еще на прошлой неделе. В одной из гимназий эпидпорог был превышен буквально за несколько дней. Пришлось отменить занятия, говорит директор. На жаль, эпидпорог перевышили еще в 10 классах. То есть с завтрашнего дня закроем еще 10 классов. И научиться будет только 7 классов. Пока вынужденные каникулы объявляют не больше, чем на неделю. Если ситуация не улучшится, их продлят. Закрыты классы в связи с захворюванием детей на густрые респираторные вирусные инфекции. И это сделается для того, чтобы эта инфекция не расповсюдживалась среди школярів города. Наиболее сложная ситуация в Сумах. Из 9 тысяч заболевших больше половины дети. У многих осложнения в виде пневмонии. На жаль, в этом уроке регистрируется швидко за день-два ураження легеневой тканины, ураження бронхів, ураження інших органів, що і призводить до більш фатальних наслідків. Всего в Сумской області 8 тысяч заболевших гриппом и ОРВИ. Есть даже смертельные случаи. От так называемого гриппа Гонконг умерли 52-летний мужчина і 13-летний школьник. Ольга Теребинска, Ольга Паломарюк, Елена Миндалюк. Подробности телеканал Интер. Вы смотрите подробностей. Вот что у нас во второй части. Верните авто. Почему волонтерские машины из зоны АТО могут попасть на штрафплощадку? Алеппо в огне. Попадет ли стратегический сирийский город под контроль Асада? Борьба за влияние. Кто в Британии будет решать вопрос о выходе из Европейского Союза? Военная служба правопорядка будет изымать волонтерские авто из зоны АТО. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил волонтер Сергей Листопард. По его словам, распоряжение это издал начальник службы Игорь Криштун. Волонтер убежден, что если все машины отправятся на стоянки, часть из них со временем может просто исчезнуть. Он подчеркнул, что транспорт, ввезенный в зону АТО его коллегами, должен попасть под таможенную амнистию. Авто нужны военным, а не на штрафплощадках и авто. О разборках написал Листопад. Мы отправили запрос в Минобороны. Принималось ли подобное решение? Если да, то что будут делать с автомобилями в будущем? Теперь ждем ответ. Украинские телеканалы возвращаются на Донбасс. Сигнал вещания восстановлен в северной части этого региона. Сегодня возобновила свою работу телевышка на горе Карачун возле Славянска. Сколько телеканалов и радиостанций стали доступны? И в каких городах оккупированной части региона? Расскажет Ирина Баглай. Открытие новой телевышки на Карачуне несколько раз переносилось. Мешали погодные условия и человеческий фактор. Гора Карачун и телевышка стали знаковым местом в истории войны на Донбассе. Летом 2014 года, во время ожесточенных боев, когда высоту держали украинские военные, вышку разрушили боевики. Отстроить ее с нуля смогли благодаря в том числе умельцам, которые соорудили специальный кран. Сэкономили за счет конструкции уже неиспользуемых телевышек Кировограда и Тернополя. Мы покрыли до Турецка и частковую Горливку покрыли. В направлении Донецка, на жаль, не совсем тут вдало и в сторону Донецка не будет, потому что это через Горливку, а пока что даже не всю Горливку покрыли этим сигналом. Первый и второй зал, обладание, передавальность, вимкнуты. Четыре местных телеканала и десять национальных телеканалов начали свою работу. Я ставлю завдание, чтобы мне доповести протягом тижня дорожную карту, когда мы восстановим покрытие, чтобы жители Донецка, Киев, Янакиево, Шахтарска могли посмотреть украинские каналы, чтобы мы подтвердили график и ближайшим временем будут начать работы по установлению передавателей для собеседования украинского языка. Для телепокрытия оккупированных территорий планируется построить телевышку в Покровске. А после установки мощных передатчиков в Херсонской области украинские каналы смогут смотреть и в оккупированном Крыму. На территории Херсонской области мы будем устанавливать, в том числе и недалеко от Чангара, будем устанавливать передаватели, для того, чтобы жители оккупованного Крыма имели возможность безперешкодно слушать, чути, видеть, смотреться украинские каналы. Наголошуем, что это происходит в полной ответственности к украинскому и международному законодательству. И никто не имеет права перешкоджать нам делать умовление на своей украинской земле. Помимо телеканалов, вышка будет транслировать военное радио «Армия-ФМ». Качество сигнала в прямом эфире протестировал Петр Порошенко, пообщавшись с украинскими военными по всей линии фронта. Ирина Баглая, Андрей Костюк, Игорь Щепет из Донецкой области. Подробности телеканал «Интер». Украинский вопрос поднимут Джон Керри и Франк Вальтер Штайнмайер. Госсекретарь США прибыл в Берлин на встречу с министром иностранных дел Германии. В ходе переговоров обсудят также предстоящие встречи на уровне НАТО и ОБСЕ, а также ситуацию на востоке Украины и в Сирии. Уже завтра Джон Керри в рамках Европейского Турде примет участие во встрече министров иностранных дел стран НАТО. Лефортовский суд Москвы на три месяца продлил арест украинцам Андрею Захтею и Евгению Панову. Их обвиняют в подготовке терактов в Крыму. Заседание проходило в закрытом режиме. Подсудимые своей вины не признают. Их обоих задержали в августе этого года на оккупированном полуострове. ФСБ тогда заявили, что ликвидировали якобы украинскую агентурную сеть, которая якобы готовила теракты в Крыму. Ожесточенные бои в Алеппо. Сирийская армия продолжает наступление на позиции повстанцев. Тысячи мирных жителей по-прежнему остаются в осажденном городе без еды и воды. Последние подробности этой битвы у нашего корреспондента Сергея Услендера. Сирийская армия продолжает наступать. Ее части контролируют уже примерно 70% территории Алеппо. Но в оставшихся районах продолжаются уличные бои. Наступление началось три недели назад. Сирийская армия при поддержке российских самолетов атаковала позиции повстанцев. Последние несколько раз переходили в контратаки. Город стал ареной ожесточенного сражения. За это его уже называют сирийским Сталинградом. Большинство строений там разрушено, разбомблены все больницы, практически отсутствует медицинская помощь, не хватает воды и продовольствия. С гуманитарной точки зрения ситуация просто катастрофическая. В районах, где сейчас идут бои, по-прежнему находятся тысячи гражданских, которые из-за непрекращающихся бомбежек и обстрелов не могут оттуда выбраться. В осаде остаются около 200 тысяч человек, и мы не можем добраться до них. Последний раз доставка продовольствия была 15 ноября. Людям приходится располагать только тем, что сумели добыть. Цены взлетели до небес. Сейчас там реальная нехватка продовольствия. Среди прочих сотрудники гуманитарных миссий разыскивают семилетнюю Бану Алабет. Это сирийская девочка, которая жила в Алеппо и на протяжении всей осады вела дневник в Твиттере. Ее записи стали всемирно известными. Последний огласит, видимо, армия вот-вот захватит этот район, так что скоро увидимся пока, и больше постов не было. Кроме того, стало известно, что под бомбежкой погиб Аннас Альбаша, больше известный как клоун из Алеппо. Он был руководителем гуманитарной организации. Он сам жил в Алеппо и в костюме клоуна помогал детям переживать ужасы войны. Точное число погибших гражданских неизвестно, но по данным Сирийского центра по правам человека, речь идет, по всей видимости, о тысячах убитых. Упорство, с которым сирийская армия продолжает штурмовать город, говорит о его стратегической важности. Это действительно так. Алеппо расположен таким образом, что тот, кто контролирует этот город, контролирует весь северо-запад Сирии. Сергей Услендер. Подробности Ближневосточное бюро. Еще один российский истребитель упал в Средиземное море. Су-33 не смог приземлиться на авианосец-адмирал Кузнецов. Пилот выжил, ему удалось катапультироваться. Уже в море его подобрал спасательный вертолет. В Министерстве обороны России подтвердили, что борт возвращался с боевого задания в небе над Сирией. Во время посадки устребителя оборвался трос, и он буквально скатился с палубы авианосца. Это уже второе ЧП на адмирале Кузнецове. Напомню, 14 ноября МиГ-29 попал в аварию при заходе на посадку за несколько километров до авианосца. Трагедия в российском Ханты-Мансийске. Пассажирский автобус, перевозивший детей, столкнулся с грузовиком. Удалось ли кому-то выжить, и кто виновен в этом ДТП, подробнее в материале. В реанимации Ханты-Мансийской окружной больницы остаются 19 человек. Их состояние медики оценивают как крайне тяжелое. Сегодня целый день в лечебное учреждение приходят местные жители. Они сдают кровь для выживших в страшном ДТП. В город прибыли дополнительные бригады медиков из Москвы. Работает набор мультидисциплинарных бригад. Травматологи, нейрохирурги, хирурги, детские хирурги, гемотрансфузиологи, анестезиологи, реаниматологи. Это первые кадры с места происшествия. Груда искореженного металлолома – все, что осталось от автобуса. В результате столкновения с грузовиком погибли 12 человек, 10 из которых – дети. Практически автобус разорвал на две части. На месте создан штаб по ликвидации последствий из Центра спаса, МЧС, органов внутренних дел, Следственного комитета, прокуратуры. Сразу после аварии следователи задержали водителя, автобуса и грузовика. Но немногочисленные свидетели ДТП настаивают. Автобус двигался по своей полосе, не превышая скорость. После трагедии выяснилась, поездка несовершеннолетних пассажиров не была официально санкционирована. И сопровождение экипажем ДДД, как это у нас всегда организовывается, по данному маршруту также не осуществлялось. В больницах Антимансийска тем временем продолжают оперировать пострадавших. Врачи сообщают, состояние некоторых маленьких пациентов улучшилось. Их отключили от аппаратов искусственной вентиляции легких. Анна Ильиных, подробности, телеканал Интер. Процесс века. Верховный суд Лондона приступил к рассмотрению апелляции по Брекзиту. Британское правительство настаивает, что имеет полное право самостоятельно решать, как и когда запускать процесс выхода страны из Евросоюза. Но суд может решить иначе. В чьих руках может оказаться судьба королевства? Подробнее узнаем от Светланы Чернецкой. Она в Лондоне. Брекзит на паузе. Еще месяц назад высокий суд Лондона постановил, что правительство не имеет права начинать процедуру выхода страны из Евросоюза без одобрения парламента. Такого развития событий премьер допустить не может. Ведь большинство депутатов, как консерваторы, так или и баристы, и либеральные демократы против Брекзита. И могут попросту блокировать такое решение. Поэтому борьба перенеслась сюда, в суд последней инстанции, Верховный суд Великобритании. И по сути, судьба страны оказалась в руках 11 человек. Это служители Фемиды, назначенные на должность ее величеством. Система британского правосудия славится во всем мире. Сюда приезжают искать справедливости из многих стран. Но когда дело дошло до одного из самых важных решений в истории Великобритании, журналисты усомнились в профессиональности людей, принимающих такое решение. Итак, о суде кто из 11 человек? Только четверых можно назвать евроскептиками. То есть потенциально поддерживающих Брекзит. Еще четверо имеют явные связи с ЕС. К примеру, работали и в европейских институциях. Как лорд Мэнс, он представлял Великобританию в Европейском консультативном совете судей. И лорд Рид, работавший в Европейском суде по правам человека. Остальные или сами лестно отзывались о Евросоюзе, или члены их семей публично поддерживали компанию за то, чтобы остаться в ЕС. Поэтому журналисты и задаются вопросом, смогут ли судьи беспристрастно отнестись к процессу. Служители Фемиды попытались развеять сомнения. Судьям хорошо известно об огромном общественном интересе, связанном с более широким кругом политических вопросов, касающихся выхода Соединенного Королевства из ЕС. Однако эти вопросы не являются предметом данного обращения. Оно касается исключительно юридической плоскости. И наша обязанность, как судей, рассмотреть все вопросы, беспристрастно и вынести решение в соответствии с законом. Это первый день рассмотрения правительственной апелляции. Его сопровождают незначительные протесты с обеих сторон, и сторонников, и противников Брекзита. Продлится слушание до четверга, но окончательного вердикта ждут не раньше Нового года. Светлана Чернецкая, Валентин Белич, подробности, британское бюро телеканала Интер. Референдум по-итальянски. Премьер Италии Матео Ренци не смог убедить граждан отдать больше власти правительству. Еще вчера он пообещал не просто подать в отставку, а вообще уйти из политики в случае провала. Как проголосовали рядовые итальянцы, и почему результаты референдума пошатнули европейскую валюту? Подробнее о событии, которые уже сравнивают с Брекзитом. София Гордиенко. Все или ничего, это была амбициозная идея энергичного премьера. Ренци уже два года пытался провести масштабные реформы, но Сенат противился. Тогда глава правительства пошел ва-банк. Предложил путем референдума убрать Сенат с пути и отдать больше власти правительству, изменив в Конституции почти треть статей. Огромная явка, и почти 60% высказались против. В лагере противников ликование. Мы благодарим Ренци за все его достижения, за закон, который уничтожил итальянскую образовательную систему, поставивший в зависимость учителей и студентов за реформу труда, которая лишила рабочих прав, тех прав, которых они добивались десятилетиями. Тех, кто был против расширения полномочий Ренци, возглавляли представители объединения «Пять звезд» и ультраправые партии Лига Севера. Они уже заявили, что готовы сформировать новое правительство. Евроскептики в соседних странах ликуют. Марин Лепен уже поздравила итальянских националистов. В Брюсселе же разочарованы. Я не назвал бы это итальянским кризисом. Я бы скорее сказал, что это шок. Премьер-министр Ренци решил уйти. Это человек, который провел очень много различных реформ, экономических и политических. И мы надеемся, что это будет продолжаться, потому что Италия – сильная страна. Решение итальянского народа Ренци принял весьма достойно. Здравствуйте всем. Извините за опоздание. Сегодня итальянцы высказались. Высказались четко и ясно. И понятно, что это большой праздник демократии. Я проиграл. Сегодня Матеренци полдня провел с президентом Мотореллой, который, по идее, должен принять отставку своего премьера, а затем создать новую коалицию и решить, кто станет преемником. До выборов 2018-го официально большинство за демократами. Первый в очереди на кресло главы правительства – нынешний министр финансов Пьер Карло Падуан. София Гордиенко, Европейское бюро телеканала Интер. Первое американское предупреждение. Избранный президент Дональд Трамп обратился к бизнесменам Соединенных Штатов. Чего потребовал и чем может обернуться для бизнеса отказ? Дмитрий Анопченко знает все подробности. Не стоит закрывать заводы в Штатах и переносить бизнес за границу. Дональд Трамп часто повторял эти слова в ходе избирательной кампании. Но теперь тот же самый месседж, обращенный к бизнесменам, звучит абсолютно по-другому. Ведь это слова не кандидата, а президента. И теперь это серьезное предупреждение. Месседжи в Твиттере обычно 2-3 фразы. Таков формат. Но текст Трампа занял сразу 6 сообщений. Они адресованы крупнейшим бизнесменам страны. Мол, если вы собираетесь увольнять рабочих, строить фабрики и заводы в других странах, и убеждены, что это обойдется без последствий расплаты, то это неверно. Новый президент предупредил, в первые же дни пребывание на посту введет 35-процентную пошлину. Для тех американских компаний, кто производит свои товары за пределами Америки, а затем возит их обратно в страну, чтобы продавать. В последнее время здесь очень редко можно найти в магазинах что-то, где была бы знаменитая надпись Made in USA, сделана в Соединенных Штатах. Ну вот, даже у меня. Айфоны изготавливают в Китае и на Тайване. Знаменитые американские конверсы шьют теперь в Индонезии и Индии. Один из символов Америки, джинсы Levi's, на самом деле изготавливают в Латинской Америке и Азии. И даже Ford лишь несколько дней назад уступил личному требованию Трампа и отказался от переноса своего завода в Мексику. У большого бизнеса это была распространенная уловка. Совсем как в рекламе. Зачем платить больше? Предприятия в самих штатах сворачивались. Взамен фабрики открывали там, где у рабочих зарплаты куда ниже, чем пришлось бы платить американцам. Это давало огромную прибыль. Но пошлина Трампа, о которой он сообщил накануне, не просто сведет ее на нет, а наоборот, способна будет разорить. И все крупные компании страны проводят сегодня мозговые штурмы. Что делать дальше? И как возвращать производство в США, чтобы не попасть под санкции нового президента? Из Соединенных Штатов. Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер. А фальшивое дип-представительство США обнаружили в Гане. Как выяснилось, почти 10 лет в столице государства Акри американские визы выдавало фейковое посольство Соединенных Штатов. Причем документы были и поддельные, и настоящие. Во время обыска у горе дипломатов полиция обнаружила также 150 паспортов из 10 стран мира и поддельные визы. Организовали работу фальшивого посольства криминальные группировки из Турции и Ганы. Нескольких преступников уже удалось задержать, остальные сейчас находятся в бегах. На этом у меня все. Побольше вам хороших новостей. До встречи завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова